Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно ко мне обратилась одна из моих зрительниц и спросила, куда вложить буквально 100 тысяч долларов. Я думаю, что такой вопрос интересует многих, поэтому я решил снять на эту тему видео. Многие скажут, откуда возьмется 100 тысяч долларов. Здесь очень просто. Но, в частности, вот эта женщина, она из Краснодара, и у нее есть дом, который, ну, не знаю, можно продать. И стоимость дома в районе 6 миллионов рублей, это примерно 100 тысяч долларов. Все. У многих в Москве есть квартиры, которые тоже, в общем-то, не приносят никакого дохода, и которые, в общем-то, почему бы не продать. Вот. Другая причина искать вот такие инвестиции, это, ну, сейчас у многих заканчиваются депозиты, которые раньше были, ну, там, на 2-3 года открыты, и под хорошие проценты, там, 14-16 иногда процентов было раньше. Сейчас такие проценты уже, в общем-то, не найти, 8% где-то депозитная ставка, и поэтому люди начинают искать уже альтернативные варианты для инвестиций. Вот. И, соответственно, спрашивают у меня, куда же вложить вот такие деньги в районе 6 миллионов рублей. Вот. Здесь очень интересная ситуация. Дело в том, что если у вас есть 6 миллионов рублей, то вот 6 миллионов рублей вы уже элементарно получаете статус квалифицированного инвестора. А для статуса, имея статус квалифицированного инвестора, вам уже становятся доступны инструменты, которые недоступны обычным инвесторам, которые только-только приходят на фондовый рынок. Это ноты. Это ноты на какие-то акции. Они от 10 тысяч долларов, как правило, и доступны для квалифицированных инвесторов. И здесь вопрос в том, просто какую ноту выбрать и как сделать. О том, что такое ноты. О том, какие ноты бывают. Там 10% годовых в валюте, 12% годовых в валюте, 15% годовых в валюте, 16% годовых в валюте. Такие инструменты существуют. И я, в общем, рекомендую именно... Ну, их у меня открыта одна такая нота. Вот. Я повторяю. Квалифицированный инвестор и от 10 тысяч долларов. Что я советую людям, у которых есть 6 миллионов? Ну, прежде всего, открыть брокерский счет, внести туда эти деньги и обратиться в отделение брокера. Ну, в данном случае я знаю, что у женщины открыт счет брокерский в открытии брокер, по моей рекомендации, кстати. И, соответственно, в Краснодаре. Я вам советую съездить в Краснодар вот с таким вопросом и спросить у брокера, вот куда можно вложить, что они посоветуют. И единственные вопросы, на которые вы должны быть готовы ответить, это на какой риск вы готовы пойти и какую доходность вы хотите получить. Соответственно, понятно, что чем больше ожидаемая доходность, тем больше риск. Чем меньше ожидаемая доходность, тем риск меньше. И, ну, я предложил ей рассчитывать на доходность в районе 10-12% годовых в валюте. И, соответственно, вот с таким условием. Еще раз повторяю, ноты от 10 тысяч долларов. И, имея на руках сумму в районе 100 тысяч долларов, можно открыть до 10 разных нот. Ну, я не рекомендую так много распыляться, я думаю, что 5 нот вполне достаточно различных, потому что, ну, там есть определенный риск, то же самое. То есть, можно какие-то в любой пропорции абсолютно, то есть, можно, например, там одну ноту купить там на 20 тысяч долларов или на 30 тысяч долларов, но надежную. И можно одну ноту купить, ну, скажем, на менее надежную, но более, которая, ну, там больше риск и больше потенциальная доходность, скажем, 16% годовых доходность. И еще один момент, который я хочу посоветовать, это просто обратиться к брокеру, и брокер, ну, подберет по вашим запросам вот такую ноту. Если у вас есть предположение, какие бумаги вы хотели бы рассмотреть, то при такой сумме брокер готов сконструировать структурную ноту конкретно под ваш запрос. То есть, какую доходность вы хотите получить и чтобы был меньший риск. Ну, соответственно, это будет уже нота, которая сконструирована как раз под ваши потребности и, соответственно, вот именно под вас. И с такой суммой все это возможно вполне. Я повторяю, что речь идет об открытии брокер. У других брокеров есть свои продукты, наверное. Вот, я про них ничего не знаю, но если у вас, ну, там, у Сбербанка есть что-то свое, у них, как правило, доходности ниже значительно. Комиссии выше. Вот, ну, там есть очень интересные тоже продукты. Итак, если у вас есть 100 тысяч долларов, вы автоматически получаете статус квалифицированного инвестора, потому что одно из условий – это сумма актива на брокерском счете от 6 миллионов рублей. И вы тут же получаете статус квалифицированного инвестора. А если у вас нет статуса квалифицированного инвестора и нет 6 миллионов рублей, ну, есть, скажем, например, сумма в районе 500 тысяч рублей или 600 тысяч рублей или там, ну, 10 тысяч долларов. То есть, вы уже вроде бы по сумме готовы купить ноту, но у вас нет возможности такой, то есть, у вас нет статуса квалифицированного инвестора. Как его быстро получить, я готов рассказать, ну, буквально вот в следующем видео. Это достаточно нетрудно сделать, поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.